Так, в третьей заключительной части мы с вами сделаем следующий такой алгоритм, который при остановке на сервер, то есть он будет писать, когда было начало движения и когда был конец и будет записывать, сколько у нас было потрачено именно топлива литров. Соответственно, получается, что мы заправку будем, то есть получается, после заправки у нас начнется новый отчет, как тут есть, сделаем сейчас вот этот вот эпизод, при том, что мы будем учитывать, что заправка у нас 15, стоянка у нас 15 минут считается, заправка считается только при стоянке 15 минут. Так, создаем мы также... Создаем мы также новое устройство, делаем задержку 10 секунд при старте, да, нам нужно, самое главное, что нам нужно обращаться к флагу начала движения, да, получается, мы будем обращаться к флагу вот этому, где у нас есть движение. Нолик это у нас есть движение, единичка это мы стоим, да, то есть получается, мы делаем в каком плане условия. Если флаг движение, если флаг движение равен нулю, сразу сделаем задержку, еще миллисекунд, и зациклим ее на себя. Вот так вот красиво мне нравится. Уберем вот так вот на этот уровень. Так, получается, что нам нужно искать движение. После того, как мы нашли движение, нам нужно сохранить некоторые переменные, да, это получается, мы инициализируем две переменные, которые у нас будут вызываться так, да, давайте движение, движение, движение топлива, да, переменная, которое у нас будет считываться на начало. Именно, сколько у нас в начале было топлива. Потом, получается, мы сделаем что? Потом следующее у нас это начало времени. Назовем это ДВ. Или давайте, короче, ТМ просто назовем тайминг. У нас получается начальное время. И запишем начальное время. Вот у нас есть время, да. Тут вот есть, кстати, подсказка очень хорошая, что это в секундах 86400, это секунда идет. Да, окей, все. Теперь, что у нас получается. Когда мы с вами записали время и таймер, теперь нам нужно следующее, что мы делаем, это нам нужно ждать, когда терминал у нас остановится. Копируем переменную, нам нужно ждать уже стоянку. Как же делаем тысячу миллисекунд? Я делаю вот так алгоритм, чтобы мне было просто тупо проще. Вы можете делать по-другому, будь у меня время, я бы переделал бы по-другому. То есть, что-то откорректировал. Просто я прохожусь с вами по логике. Так, на начало движения я записал, сколько у нас было в начале топлива и начальное время. Я записал. Также, да, смотрите, если машина, например, двигалась с 11 вечера до 2 ночи, то мы это время перескочим. То есть, у нас время начальное будет больше, чем время конечное. Вот в этом как раз и был пример работы с UTS. Потому что в UTS там нужно было бы еще писать дату, чтобы вот этого избежать. Но мы не будем это делать. Можно было бы проще посылать, например, сколько машина была в движении. Например, сколько она ехала. Это тоже можно было бы делать. Но это уже другой пример будет. Поэтому мы сейчас вернемся именно к примеру, который я описал тут. что при остановке на серию отправлять сообщение в формате начала движения ЧЧММ. Конец. Это получается. И сколько потрачено литров. Давайте у нас это сразу. Копируем до значения. Идем в этот. И сделаем вот такую вот отправку. Послать ответ. И вот сразу сделаем вот такую вот. Вот так вот сразу сделаем. Вот где потрачено. Вот. Будет вот в таком формате у нас ответ. Сюда мы еще добавим наши аргументы. Их будет, как вы поняли, 5. Поэтому делаем. Следующее. Что нам нужно делать? Мы сейчас дальше. Что мы делаем? Мы ищем у нас стоянку дольше 15 минут. После того, как мы нашли стоянку дольше 15 минут, мы вот сейчас сделаем вот эти вот еще раз две переменные. Вот так вот. Назовем их. Просто одни. Сейчас мы, получается, считали уже конечное состояние. Сейчас мы можем формировать математическими функциями именно вот эти вот наши, так сказать, сообщения, которые мы будем вставлять. Первое, что мы высчитаем, получается, это сколько было часов. То есть начало движения во сколько часов. Чтобы высчитать во сколько движений у нас было в начале часов, давайте переменную возьмем, которая у нас будет называться не столь прям сложно, как вот тайм-у-2. Получается, что у нас сюда приходит значение, и чтобы вычислить часы, нужно разделить то значение, которое нам приходит. То есть вот начальное значение. Вот начальное вот это значение надо разделить на 3600. Почему на 3600? Потому что 3600 – это минуты, помноженные на секунды, чтобы получить секунды в часы, и разделить. Выбираем переменную и делим мы ее на 3600. Все, мы получили сейчас данный момент первую переменную, которая у нас зайдет. Так, все, готово. Часы мы сюда сделали. Теперь мне нужно высчитать минуты. Вот минуты уже высчитать гораздо сложнее. Я знаю, получается, сколько у меня прошло часов. Теперь мне нужно высчитать, по факту, получается, минуты. Для того, чтобы мне высчитать, сколько у меня было часов, точнее минут, мне нужно убрать из вот этого времени, вот из-за этого времени, мне нужно убрать часы и оставить только минуты. То есть, по факту, теперь делаю, что я. Я создаю новую математическую логику. Называю переменную просто по-новому. Просто возьму третью переменную. В эту третью переменную я что сделаю? Получается, я возьму переменную вторую и умножить на 3600. Это я получу сколько у меня было секунд. Сколько у меня было секунд. То есть, сколько у меня было часов. Теперь я сделаю опять математику. И я возьму, получается, первоначальное время. Вот это вот первоначальное время. Из него, получается, вычту и из него вычту вот эту третью переменную. При этом присвою это сразу все третьей переменной, чтобы не заморачиваться с созданием новых переменных. И вычту их. Получается, что, смотрите, вот тут я, допустим, взял 24000 с копейками. 24000 это вроде 6 часов. И получается там, например, да, вот я потом вот сюда я получил 24000. И потом 24000 с копейками я вычитаю из 23000. 20 тех же 4000. Я там получаю копейки. Теперь мне нужно что сделать? Мне нужно вот из этих копеек получить получается минуты. И мне, чтобы получить минуты, мне нужно но тут у меня остается в секундах. Мне нужно поделить оставшиеся на 60. Так, мы опять обращаемся к переменной D3. Берем эту же переменную D3. Да, кстати, так делать можно. Можно создавать новые перемены, можно не создавать перемены. И еще раз хотел, кстати, напомнить, GLEO отбрасывает все дробные части. Поэтому, когда вы используете числа, можно вот так при делении, если что-то остается дробное, дробное отбрасывается, он работает только с численными движениями, числами работает. Поэтому, если вам нужно работать что-то с флуатом, вам придется самостоятельно использовать волшебные операции, да, и понижение, то есть, 4-байтовое число уже математическими операциями превращать его в то же самое 2-байтовое дубль или две точки после запятых. Ну, вам, короче, это придется делать самостоятельно, своими мозгами до этого допирать. Да, смотрите, до dv time3 мы уже получили, да, теперь записываем вторую переменную dv time3 все, то есть, получили мы часы и минуты, но единственное, что я не буду разбивать, что типа 0-4 часа, просто будет 4-3 23 или 4-1 будет, да, да, это не будем делать, это слишком сейчас сложно и не стоит на это внимание обращать. Так, следующее, что нам нужно вычислить, это конец. Когда у нас был конец. Конец мы вычисляем точно, точно по такому же принципу, только у нас вот конец уже записан вот сюда, да, смотрите, и чтобы было нам проще, мы просто сейчас вот эти все перемены скопируем, да, вот эти все действия мы сейчас скопируем, вот так вот делаем, вставить их, да, и сделаем в каком плане, да, смотрите, теперь у нас приходит, короче, конец времени приходит вот сюда, то есть, теперь мне нужно дт1 взять, а вот сюда мы запишем уже дт4, просто делим на 4, да, мы получаем следующий это, тебе дт4, то есть, часы сделать очень довольно легко, получается, теперь мы делаем минуты, чтобы сделать минуты, мы также создадим новую переменную дт5, только теперь возьмем не из дт2, где мы посчитали, а из дт4, делим умножим на 360, потом возьмем опять переменную дт5, теперь сделаем, что у нас дтв тайм, это было начальное, а у нас теперь вот это один начальный, да, и сделаем из него минус 3, но минус 3, вот где дтв3, это у нас 5, теперь мы получается, чтобы получить дт5, чтобы минуты, мы разделим полученное на 60, все, вот так вот у нас получилось сделать время, теперь, что мы сделаем следующее, у нас приходит в дтп1, это получается конечный остаток, и в дтп0 приходит у нас получается начальный остаток, теперь нам что нужно сделать, мы если у нас например было это положительное, мы сейчас отсортируем просто то, что невозможно, да, это положительная трата топлива в движении, да, и мы сделаем что, так, дтп1, если больше или равно дтп0, то мы сделаем сразу так, инициализацию, сюда создадим, и дтп, топливо, создадим, давайте, третью, просто тупую, переменную, займем ее 2, и просто сразу ее приравняем 0, все, и забудем на этом, она у нас сразу равна 0, и кстати, вот сюда сейчас мы добавим минуты, сейчас мы сюда добавим сразу вот эту переменную тп, ой, извиняюсь, так, алгоритмы тп2, да, вот все, то есть, вот этот вот у нас уже ответ готов, только единственное осталось сейчас посчитать у нас топливо и записать его сюда, да, сделаем мы это очень просто, в одном математическом действии, где здесь мы теперь выберем тп2, и отсюда мы получается возьмем тп1, точнее, подождите, вот это число у нас должно быть уменьшится, так что наоборот должно быть у нас получается, берем начальное минус вот это, все, и вот так же подставляем вот сюда, все, так, теперь ответ у нас готов, и теперь мы можем что сделать, теперь нам нужно вот просто вот так для удобства, я почему делаю именно вот эти вот все задержки, да, потому что когда потом делаешь вот так вот просто хоп, перенес, а потом вот так вот красивенько перенес наверх и поставил, и все у нас красивенько перенеслось, и все будет у нас красивенько выглядеть, так, вот так вот у меня получилось, видите, сразу раз, два, три, четыре, пять, получилось именно пять скриптов раздельных, которые делают каждое свое, этот скрипт у нас считает скорость точную в километров в час, этот скрипт у нас определяет, что у нас есть превышение скорости доль более чем две минуты, этот скрипт у нас считает стоянку и создает нам флаг стоянки дольше 15 минут, этот скрипт у нас определяет заправку при стоянке, а этот скрипт у нас определяет сколько у нас было, так сказать, потрачено топливо, когда он начинался двигаться и работать, вот такой вот довольно, я бы сказал бы, с одной стороны, муторное, тяжелое задание, да, но оно показывает общую логику использования и написания скриптов и движения, если вы заметили какие-то ошибки, да, в скрипте, может так же написать в комментариях, я их подправлю, да, то есть это будет даже, знаете, как даже полезно, если вы заметили скрипты, это говорит уже о вашем уровне, да, или какие-то там сказать улучшения, но сразу скажу, что скрипты я делаю под камеру, делаю быстро, показываю, как это делать максимально линейно, поэтому, если что-то не оптимизировано, что-то вместе не собрано, да, что-то можно сделать по-другому, то давайте эти вопросы мы отставим, я показываю общие способы, так сказать, ползают. –